Сорочки-тараторки. Январь. Январь – месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья. Что-то творится в лесу. К утру станет видно. Пришла настоящая зима. Лес утонул в дремучих сугробах. Под холодным сводом неба, покорно склонив тяжелые головы, застыли скорбные белые деревья. Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они расселись по пням и сучкам, скарабкались на елки и сосны. Странные белые фигурки. Неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие. Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на пеньке, сидит не то белочка, не то зайчик. Сложил он белые лапки на белое пузичко. Молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки белая Аленушка склонила голову на плечо, подперла белой ладошкой белую щечку. Обласкало солнце пригорюнившуюся Аленушку, и с мохнатых хвойных ресниц ее закапали слезы. А вот зверек-оборотень, сделай шаг в сторону, посмотри чуть со стороны, и обернется зверек простым сучком, запорошенным снегом. Вот птица не птица, зверь не зверь, пальцем тронь, рассыплется в прах. Белые медведи, белые совы, зайцы, куропатки, белочки, сидят, лежат, висят. Полон лес диковинных птиц и зверей. Хочешь увидеть их? Поторопись, а то дунет ветер. Поминай, как звали. Как медведя переворачивали? Натерпели с птицей звери от зимы лихо. Что ни день, метель, что ни ночь, мороз. Зиме конца краю не видно. Разоспался медведь в берлоге. Забыл, наверное, что пора ему на другой бок перевернуться. Есть лесная примета. Как медведь перевернется на другой бок, Так солнце повернет на лето. Лопнуло у птицы зверей терпение. Пошли медведя будить. Эй, медведь, пора! Зима всем надоела. По солнышку мы соскучились. Переворачивайся! Переворачивайся! Пролежни уже не бойся! А медведь в ответ ни гу-гу, ни шелохнется, ни ворохнется. Знай посапывает. Эх, чем бы то его в затылок! Воскликнул дятел. Небось бы сразу зашевелился. Нет, пробычал лось, с ним надо почтительно, уважительно. Ау, Михайло Потапович, услышь-ка ты нас. Слезно просим, умоляем. Повернись ты, хоть не спеша, да на другой бочок. Жизнь не мила, стоим мы, лоси, в осиннике. Что коровы в стойле, шагу в сторону не шагнуть. Снегу-то в лесу по уши, беда, коли волки нас пронюхают. А медведь ухом пошевелил, ворчит сквозь зубы. А мне какое-то вас, лоси, дело! Мне снег глубокий, только на пользу. И тепло, и спится спокойно. А тут белая куропатка запричитала. А не стыдно, медведь, все ягоды, все кустики с почками снег закрыл. Что нам клевать прикажешь? Ну что тебе стоит на другой бок повернуться, зиму поторопить? Хоп, и готово! А медведь свое. Даже смешно, зима вам надоела. А я сбоку-набок переворачиваюсь. Ну какое мне дело до почек и ягод? У меня под шкурой сало запас. Белка терпела-терпела, да не вытерпела. Ах ты, тюфяк мохнатый, перевернуться ему видишь ли лень. А ты вот попрыгал бы по веткам мороженым, лапы до крови ободрал бы, как я. Переворачивайся, лежи, бока. До трех считаю. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, насмехается медведь. Вот напугала. А ну, кыш отедова, спать мешаете. Поджали звери хвосты, повесили птицы носы и начали расходиться. А тут и снегомышка вдруг высунулась. Да как запищит. Такие большие, а испугались? Да разве с ним куцехвостом так разговаривать надо? Ни по-хорошему, ни по-плохому он не понимает. С ним по-нашенски надобно, по-мышиному. Вы меня попросите, я его мидом переверну. Ты, медведя, ахнули звери. Одной левой лапкой похваляется мышь. Йоркнула мышь в берлогу. Давай медведя щекотать. Бегает по нему, коготками царапает, зубками прикусывает. Задергался. Медведь завизжал поросенком, над гами-то задрыгал. Ой, не могу, завывает. Ой, перевернусь. Только не щекочи. О-хо-хо-хо-хо, а-ха-ха-ха-ха. А пар из берлоги, как дым из трубы. А мышка высунулась и пищит. Перевернулся, как миленький. Давно бы мне сказали. Ну, а как перевернулся медведь на другой бок, так сразу солнце повернуло на лето. Что не день, солнце выше. Что не день, весна ближе. Что не день, светлей, веселей в лесу. Сорока и крот Хорошо, крот, тебе под землей. А у нас семь бед на день. То снег, то ветер, то заморозок. Это кому ж хорошо, а мне что ли? Тебе, убогий, под землей, под крышей. Это кто же под крышей, я что ли? Ты, ты, а кто же? Тебе хорошо, а ты под крышей. Так полезай ко мне, и тебе хорошо будет. Я? Под землю? Нет уж, лучше в лесу. Семь бед, один ответ. Лиса и заяц Почему это, зайка? У тебя такие длинные ушки. Почему это, серенький? У тебя такие быстрые ножки. А все потому, лисонька, что уж очень у тебя шажки тихие, да уж очень острые зубки. Ястреб и оляпка Ну, оляпка попалась. Сейчас я тебя сцапаю. А я, ястреб, от тебя в полынь нырну. А я тебя у полыньи под караулю. А я во вторую полынь выскочу. А я у второй под караулю. А я тогда в первую выскочу. А я? И долго ты так по полыньи к полыньи будешь мотаться? Да пока тебе за мной гоняться-то не надоест. Окунь и налим Чудеса подо льдом. Все рыбы сонные, апатичные. Один ты, налим, бодренький да игривый. Что с тобой такое, а? А то, что для всех рыб зимою зима, а для меня, налима, зимой лето. Вы, окуни, дремлете, а мы, налима, свадьбы играем, икру мечем, радуемся, веселимся. Ай да, братцы, оконик, налиму на свадьбу. Сон свой разгоним, повеселимся, налим ей икоркой закусим. Птичьи столовые. А мы строим птичьи столовые. Самые разные. Кто целые сказочные домики пряничные, кто столики самобранные, строим на земле шалашики из елового лапника, в них забегают овсянки и воробьи, залетают снегири и синицы. А некоторые ухитрились делать птичьи кафе автоматы. Насыпали в бутылку зерно, перевернули ее над полочкой, укрепили. И теперь не надо три раза в день засыпать на полочку корм. Птицы сами себя обслуживают. Но самая, пожалуй, необычная птичья столовая – это водяная. О ней особо рассказать стоит. Бывают такие быстрые речки, что в них зимой не везде замерзает вода. У такой полыньи, у живой воды, любят зимовать птичьи оляпки. Целыми днями летают они у полыньи, садятся на обледенелые камни, весело приседают, кланяются и даже поют. Да так звонко, так весело и старательно, что даже из клюва порог вырывается. И хоть мороз, а они купаются, плавают и ныряют. Но все это только до той поры, пока сильный мороз не скует полынью. На дно не нырнуть, водяных жуков величинок не достать. Тут уж не до песен, сидят на камнях скучные, голодные. Вот тут-то и надо взять длинный шест и разбить лед в полыньи. Это нетрудно, лед еще тонкий, глубина над ним по коленам, а бить можно прямо с берега. И оляпки тогда не улетят на другую речку, а останутся тут жить, жуков ловить и вас веселить. Выдра и ворон Скажи, ворон, мудрая птица, зачем люди костер в лесу жгут? Не ожидал я, выдра, от тебя такого вопроса. Промокли в ручье, замерзли, вот и костер разожгли, и огня греются. Странно, а я зимой всегда в воде греюсь. В воде ведь морозов никогда не бывает. Сердитые голоса Скрипела-гадала в лесу старая елка. Жаловаться, не жаловаться, жаловаться, не жаловаться. Жаловаться. Но раз вышла жаловаться, пожалуешь. Росли вокруг меня десять дочерей, елочек-красавец. Росли, меня старуху радовали. Все как одна, яркие, зеленые, стройные, им бы жить да жить. Но под Новый год пришел дед с топором и всех под корешок. Разжумелась я, а он мне говорит. Молчи, ворчунья старая, дочкам твоим честь великая. Будут с ребятами Новый год встречать, разукрасят их лентами да ожерельями, оденут серебро да золото, конфетами и пряниками одарят. Хороводы вокруг них водить станут. Радоваться надо, а не скрипеть. Темнота-то лесная. Порадовалась я тогда. А сейчас вижу. Отводили ребята вокруг елочек хороводы, украшения сняли, да и выбросили их на помойку. Были елки, стали палки. Жалко мне дочерей, да ребят жалко. Что это за Новый год, если без елки? А как быть, не придумаю. Ох ты, головушка моя темная, дремучая. Жаловаться, не жаловаться, жаловаться, не жаловаться. Скрип-скрип, скрип-скрип. Полвека прожила я на свете и все думала, что я береза. Но прошлой весной подошел ко мне турист и на боку у меня вырезал Ваня. Летом дачник подошел и вырезал Леня. Осенью грибник присел отдохнуть, посидел в тени, отдохнул и вырезал на коре Миша. А зимой подкатил лыжник, прочитал на мне все эти имена, воткнул палки в снег, вытащил огромный ножище и вывел. Эдуард. Так что же я, наконец, береза или Эдуард? И почему все, кому не лень, тычут меня ножами? Мне же больно. Жалобы на сугробе. Тра-та-та, тра-та-та, что я видела, что я слышала. Ребята птицам прекрасную столовую большую бесплатную самообслуживанием устроили, а они неблагодарные. На соседнем сугробе на них жалобы пишут, привередничают, капризничают. Чечетки лапками на снегу наследили. Семечки и конопля в столовой недавленные. Клюв свихнешь, пока их раскусишь. А у нас от такой пищи мозоли на языке. Большая синица носом выступала. Сало-сало рознь могли бы повешивать, и не соленые у нас от соленого животы болят. Пухляк коготком нацарапал. Безобразие прилетел сперекусить, а столовую снегом засыпала. До вечера коноплю раскапывал. Хоть бы навес сделали, что ли. Овсянка напрыгала. Осталась голодная, обед ветром сдула. Кто сделал кормушку без бортиков? Ветер у него в голове. А снегирь хвостом начертил. Где семена сорняков? Где рябина? Где калина-базина? Где арбузные дынные семена? Тра-та-та, Тра-та-та. Ой, что-то будет. Ой, кто-то рассердится.